Высказывайте свое мнение. Дорогие друзья, добро пожаловать в неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. Звоните, будем общаться. Ну а пока я бы хотел прокомментировать все-таки вот человека, который позвонил перед самым рекламным блоком, который сказал, что ну вот с моими детьми мне повезло, но вот мои родственники. Значит, я вам скажу такую вещь. Чем больше я общаюсь с людьми, чем больше я узнаю, вот интересно получается. Все, с которыми я говорю, все говорят одно и то же. Вот мне повезло с моими детьми, но другие. Вы понимаете, меня не интересует, то есть по вашему мнению вас не должны интересовать другие. Вас должны интересовать свои дети. И когда люди говорят, мне повезло с моими детьми, вам не повезло. Это ваша заслуга, это ваша работа с вашими детьми, которые вам верят, которые вам доверяют и которые к вам прислушиваются. Понимаете, а когда мы начинаем пытаться вразумлять чужих детей, конечно же, у нас это не получится. Почему? Потому что у каждого ребенка есть свои родители, свой устав в семье и свои порядки в доме. Поэтому давайте мы не будем переживать за других детей. Давайте мы будем переживать за своих детей и растить их так, как мы считаем нужным и должным. А вот других детей, пусть растят их родители. И я вам скажу такую вещь. Тут достаточно, тут я имею в виду в Америке, достаточно людей-выходцев из стран социалистического блока. Из Румынии, из Польши. И, в общем, ребята, вы сами прекрасно. И Болгария, и Венгрия, и Прибалтика, и Украина, и даже Россия. Достаточно людей-выходцев из социалистического блока для того, чтобы своим детям объяснить, почему социализм не есть хорошо. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, я хочу вот что добавить к тому, что было сказано предыдущим слушателям и вами. Вот вспомните всю историю еще хотя бы так с Тургенева, отцы и дети, да? Потом сто с лишним лет назад, кто шел на родовольцы, кто шли, так сказать, бомбисты, это же были дети очень высокопоставленных чиновников России. Конечно, конечно. И, несмотря на патриархальный уклад, который давался в семье, они это не понимали. Так устроена молодежь. Абсолютно. Она всегда пунтует. Абсолютно. И это надо переболеть, как корио, как что-то кем-то еще. Сто процентов. И мы ни в коем случае нельзя опускать руки. Ну, я не знаю, что я хочу сказать, что здесь вот, что здесь плохо, я помню, так сказать, наше обучение в Советском Союзе, да, так сказать, там тоже свое долбили, но вместе с тем прививали хоть какие-то были ценные учителя, которые давали критическое мышление. Это и семье даются, и у учителя. Но здесь какая катастрофа в Наробразе происходит, что здесь просто отрубает критическое мышление. Да. С первого, с первого года. Вот это самое страшное. И вот тут вступаем мы, как родители, которые мы не должны идти против... А родители, видимо, уже не могут это изменить, потому что там идет бунт, там идет как занавес. Ну, опять же, смотрите, наши школы не должны воспитывать наших детей. Наши школы должны их обучать. Это в идеале. Правильно? Это в идеале. Добрый день. Добрый. Говорите, пожалуйста. Вы знаете, меня интересует ситуация в Израиле. Я ждал этой минуты, потому что по нашему времени, значит, в два часа у них должен быть оглашен экзит полы. Да. Вы знаете эти результаты? Можете вы нам сообщить? Я, честно, не знаю, потому что, находясь здесь, у меня действительно нет доступа. Вернее, у меня нет времени для того, чтобы... У меня есть всего три минутки между рекламами. Вернее, во время рекламы для того, чтобы где-то что-то найти. Поэтому у меня, честно, нет этой информации. Я надеюсь, что мы ее услышим немножко позже, честно. Вот говорю так. На вашей передаче? Да. Да, да, да. Спасибо большое. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Знаете, вот такой у меня вопрос. Вы и радио, на котором вы работаете, это не единственный источник информации, который мы получаем. Работает очень много всяких информаций и ведущих на других радиах. Вот вчера, допустим, вы нам говорили о том, что требовать, допустим, декларацию о доходах у Трампа незаконно. Это такая традиция, при которой президент имеет право или собственного желания предоставить информацию. Такого закона нет. Вчера на параллельном радио такой же ведущий сказал наоборот, что эта комиссия законно имеет право затребовать идет декларации за 6 лет. То есть, это закон, он обязан предоставить декларацию. Вот у меня вопрос. Мы читаем один и тот же закон. То есть, так это законно или это не законно? Вот в чем вопрос. Понял. Спасибо большое. Значит, я вам скажу сразу такую вещь. Я не несу ответственность за высказывания не только других радиоведущих. Я не несу ответственность за вообще ни за что, кроме своих слов. То, что вам могли сказать на радио в каком-то параллельном, это ваше право, как воспринимать эту информацию. А еще лучше, я вам скажу, наверное, один умный вещь, только вы не обижайтесь. Вместо того, чтобы слушать только нас или только параллельное радио, или нас всех вместе взятых, возьмите, поинтересуйтесь, почитайте сами. То есть, на интернете достаточно, более чем достаточно информации для того, чтобы узнать о том, что же все-таки происходит. Поэтому, законно это или незаконно? Значит, так как вещи, то есть, на сегодняшний день каждый человек имеет право на конфиденциальность своих налоговых деклараций или информаций. Каждый человек точно так же, как вас не могут заставить выдать вашу налоговую информацию. Вы можете ее добровольно предоставить тогда, когда вы заполняете бумаги или оформляете себе ипотеку. Вы можете ее добровольно предоставить тогда, когда вы покупаете машину и так далее. То есть, вот тогда, когда вы идете заведомо на то, что у вас спросят эту информацию. Теперь, сегодня, ну только разве что не из этюгов, все кричат, особенно демократические средства массовой информации, кричат. Вот, все президенты до Трампа разглашали свои налоги. Вы поймите простую вещь. Это была чисто их воля. Они захотели их разгласить, они их разгласили. Но никто, ни одного президента не заставляли в принудительном порядке предоставлять свою налоговую информацию. Теперь, то, что касается комитета по финансам и так называемые Ways and Means Committee. Это те, которые занимаются именно вот финансовой ситуацией. Только потому, что этот комитет есть, это не значит, что им дается право, вернее, вы поймите меня правильно, они имеют право запросить любую информацию. Вопрос, дадут им эту информацию или нет. Только потому, что они послали запрос министру финансов Малвейни на то, что вот мы хотим получить вот такую-то информацию. Не далее, как сегодня, Нек Малвейни выступал в Конгрессе и объяснил, что информацию, которую они запрашивают, сегодня рассматривается департаментом по юстиции, вернее, не так, не департаментом по юстиции, а его адвокатами, которые работают на Министерство финансов, рассматривается справедливость этого запроса. То есть, когда только потому, что запрос сделан, это не значит, что они по закону имеют право получить информацию. Да, они сделали запрос, но до тех пор, пока они эту информацию не получат, а Нек Малвейни, это его слова, я цитирую слова министра финансов Соединенных Штатов, они никогда не получат налоговую информацию ни на кого, на основании того, что мы просто хотим проверить. Понимаете? Поэтому вы можете, вы имеете право слушать любую радиостанцию, вы имеете право слушать любых ведущих. Моя задача не ввести вас в заблуждение, а дать вам информацию, которая является правдивой, которая является проверенной. И не водить вас за нос тем, что сказать, вот, уже запослали запрос на Трампа, завтра ему там уже вставят. Ребята, слон может съесть три тонны орехов, но кто же ему их даст? Понимаете, о чем я говорю? Сделать запрос, это не значит, что это является истинной высшей инстанцией. Да, они сделали запрос, да, они могут делать запросы, откуда они хотят, но это не значит, что им дадут эту информацию. Поэтому, если вы действительно хотите разбираться и понимать то, что происходит, вы слушать-то слушайте меня, еще кого-то, еще кого-то. Но, как говорит мой, я его просто обожаю, хотя нельзя делать, создавать себе кумиров, но я обожаю Юрия Гиммельфарба, нашего блогера, который у нас выступает на станции. Выводы делать вам самим, а проверять и обвинять меня в том, что я вот говорю так, а кто-то говорит так, ну, вы выбираете того, кому вам слушать. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Не дождались. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, исключительно для справки без всяческих других мыслей. Наш министр финансов, его фамилия Манучин. А Миколейни, это исполняющий обязанности чифров штаб. Да, 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 спасибо большое, Манучин. Конечно, спасибо огромное, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. Вот для того слушателя, который интересуется, где находится вот этот текст ритурн Трампа, значит, вот, например, недавно, вот, а также журналист один интересовался и спросил у Сара Сэндерс на одной из конференций тоже. И он ее спросил, вы покажете, в конце концов, или нет, Трамп, вот этот вот, а она сказала, вы знаете, он у нас запятан очень-очень далеко. Алло? Да, да, я слушаю, слушаю. Он запятан очень-очень далеко. Ну, не знаю, найдете вы когда-нибудь или нет. Это под документами, например, Обамы на предъявление стипендии, когда он направился. Это, кстати, абсолютно не шутка, это был ее ответ тому журналисту. Так, может быть, вот нашему слушателю это тоже будет интересно узнать, где же все-таки. Нет, я вам скажу, что нашему слушателю интересно, я просто пошел в этот экскурс, даже не для него, а для тех, которые действительно слушают нашу радиостанцию. Нашему этому именно радиослушателю интересно столкнуть лбами нас и какие-то... еще радиостанции, поэтому... Ну, пусть прослушает еще, например, факс Ньюс, вот там же выступают все-таки нормальные иногда. Ну да, я думаю, что он все прекрасно понимает, просто у него есть такое желание столкнуть лбами. Ну, на здоровье ему. Спасибо вам огромное. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, насчет Текс Ритюн. Когда произошли выборы в Конгресс, и выяснилось, что в Палату победили демократы, я слушала Марка Левина. Я считаю, что это, ну, как бы наивысший авторитет. И он сказал, что Трампу нечего бояться угроз этих будущих руководителей комитетов. Они не имеют никакого права на его тех Ритюн и на расследование его деятельности до того, как он стал президентом. Поэтому то, что там какой-то ведущий сказал, поменьше ему верьте, потому что он собрал в этот раз, а в этот следующий. Спасибо, Варфар, спасибо. Ну, да. Я вам скажу честно, опять же, я не отвечаю ни за каких ведущих. Кому-то хочется верить в то, что они говорят, пожалуйста. Я действительно, меня все это очень интересует, и легальная сторона и так далее. Поэтому я делаю свои расследования, свои исследования, и базирую свои выступления на том, что я все-таки действительно накопал. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Нашему радиослушателю неинтересно, где находятся трамповские декларации. Наш радиослушатель просто говорит, что существуют радиосанции, которые входят в команду наших слушателей, которые говорят о том, что это законно, очень хорошо поставленным голосом. Я понимаю. Он понимает, что это незаконно. И он хотел бы узнать, только по какому интересу человек, в принципе, обманывает громадную, в общем-то, аудиторию. Это все. Да, я понял, все, абсолютно нормальное объяснение принимается во всех ипостасях. С вами согласен. Добрый день. Не дождались. Опять же, ребят, вы поймите меня правильно. Я, когда выдаю информацию, мне абсолютно, вот честно, фиолетово, то, что говорят другие радиостанции, не называя их имен, вплоть до американских также. Потому что я точно так же иногда слушаю ABC, и у меня волосы дыбом встают. Я точно так же слушаю WNBC, и у меня волосы дыбом встают о том, какую они несут вот чисто дезинформацию. Да, я вам больше скажу. Вот смотрите. Есть, без всяких реклам, я просто ее называю именно для того, чтобы вы понимали, где идет ДЭЗа. Вот такая радиостанция, как WLS, на ней выступают, я не буду называть имена, но выступают ведущие, которые постоянно подсоединяют ведущего компании CNN, Джим Браун, по-моему. Вот, то есть, это человек, который, ну вот чистый CNN-овец, который несет всю ту же чушь, которую несут на CNN. Но, тем не менее, вот ведущий, это та же радиостанция, которая транслирует и Криса Плэнта, и Rush Limbaugh, и Биана Шапиро. Это та же радиостанция, то есть, вы себе представляете, сколько консерваторов слушают вот эти выступления. И тут же, один из ведущих, являясь ярым демократом у нас здесь, в Чикаго, он приглашает вот этого Джима Брауна из CNN и выдает это как бы за информацию. Понимаете? Поэтому, ребята, моя задача вам не... Я не пытаюсь здесь никого образовывать, я не пытаюсь здесь никого учить. Я просто пытаюсь до вас донести информацию, которую вы, если у вас есть желание, вы можете ее проверить сами. Если у вас такого желания нет, вы можете мне поверить или не поверить. Но я не учу, я не занимаюсь ликбезом, я просто вношу информацию, которую, ну, не все, не у всех есть время послушать. А пока, дорогие друзья, всем вам огромное спасибо. К сожалению, у меня, мне просто нужно прерваться на рекламу, у нас идет следующая передача. Поэтому давайте подождем до 5.30 и решим остальные вопросы. Спасибо. Спасибо.